Эй, кожаный мешок, чуть-чуть фабрики не желаешь? Уже все остальное потихонечку и уже может спроектировать место под наш будущий мол. Я думаю, задача будет примерно такая. Но прежде чем мы начнем обогащать руду, обогащать я буду непосредственно вот здесь где-то, потому что тут у нас есть нефтянка, есть серая, можно делать серую кислоту. Я бы хотел примерно ориентироваться в целом вообще сколько мне нужно химзаводов на все это дело. Потому что обогащение делается в химзаводах и нужно посчитать под рейд. Посчитать под рейд я зайду в планировщик, опять же, добавим новый рецепт. Новый рецепт возьмем железную пластину из обогащенного железа. Вот такой вот рецепт. Поставим здесь вот такие вот печки, обычный второй тир. И соответственно от этих печек будем плясать. Сразу нужно указать здесь химзавод. Далее нужно указать, так, сколько нам нужно буров будет, самых обычных. Пока что все на обычных бурах буду делать. Ну все, сейчас делаем компьютинг байфактори. И я хотел бы подогнать под желтую ленту. Хотя можно было бы, конечно, и по выходу посчитать. Так может быть даже удобнее будет. 22 с половиной. 22 с половиной печки. Ну, блин. Я думаю до 24 можно поднять, потому что 22 с половиной это как бы ни в ту, ни в эту. Чтобы у нас полная эта лента была. Ну точнее, если 22 ставить, лента будет не полная. Просто чтобы оптимальнее было. Тогда поставим не 22 с половиной, а просто 24 и сделаем компьютинг байфактори. 24. Мы получаем 16 пластин. 16 пластин, естественно, на одну ленту не влезут, потому что у ленты 15 пропускная способность. Но 24, это в целом все кратно получается, кратно и ровно. Плюс здесь мы получаем 8 химзаводов. Здесь мы получаем 48 буров. То есть мне сейчас нужно будет скрафтить 48 буров, 8 химзаводов на обогащение. И один химзавод на серную кислоту. Если по серной кислоте посмотреть, здесь все совсем-совсем просто. И по химзаводам получается 0,16. То есть мне совершенно за глаза хватает вот этих ресурсов. Воду грязную я пока что временно буду просто уничтожать в уничтожителях воды. Уничтожитель там, в него набирается 500 воды грязной, насколько я понимаю. И она очень быстро уничтожается. То есть тут мне в целом вот этого всего хватит на один уничтожитель. Сейчас нужно просто количество вот этих вот установок всех химзаводов и буров привести в соответствие. Ну и, соответственно, печки я сейчас трогать не буду, потому что обогащенная руда поедет у нас на эту стартовую базу. Это можно даже закрепить, чтобы понимать, сколько мне нужно скрафтить всего. 48. У меня в данный момент 4 химзавода. Закажем вот так вот, чтобы было 8. И 1 химзавод на то, чтобы делать серную кислоту. Это первое. Следующее. 24. Мне нужно 24 электрические бура заказать. Я могу сделать только один, потому что мне не хватает. Ну, мне много чего не хватает и пластин, и зеленых микросхем. Так что будем сейчас потихоньку подворовывать. Тут, к сожалению, сейчас слегка, наверное, производство у меня все встанет. Но это не страшно. Это не страшно. Тут чуть-чуть подождать. И все у нас потом восстановится. Такс. Заберу-ка я вообще все пластины. И опять же. 5, 10, 15, 20, 21, 22, 23, 24 бура. Я не знаю, сколько там мне лент потребуется. Ленты, наверное, придется отдельно уже как-то заказать потом. Так, и возможно, мне нужно взять... Так, нет, ленты заказывать я не буду. Ленты у меня тут есть. Заберем вот отсюда ленты. А шестерни я заберу. Да, шестерни здесь, конечно, не накрафтились. Ну, ладно, фиг с ним. Это пока что не страшно. Такс. И значит, обогащенная руда поедет у меня прямо вот сюда вот. На эту базу. Вот. Дальше уже будем распределение делать. У меня, в принципе, есть некоторая тактика. И я буду придерживаться. Здесь печек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Девять, десять. 15 печек. Ну, я думаю, этого нам на первое время хватится, обогащенной рудой. Такс. И значит, насчет... Ну, кстати, вот насчет мола. Мол, я думаю, наверное, разместить вот в этой зоне. То есть здесь сделать станции. Не знаю, тут три нернолтен станции будет. И сюда пойдет сам мол. Это все выпилить. И отсюда я смогу уже все забирать. Все, что мне надо. Какие-то промежуточные продукты или что-то еще. Переплавка сама, наверное, будет вот в этом месте. Но об этом чуть позже. Сейчас пока что наша задача сделать обогащение железной руды. Но прежде чем мы начнем разворачивать производство на железную руду, надо здесь сделать следующее. Я бы тут хотел ограничить количество балок. Ну, давайте вот так вот сделаем. Чтобы просто весь сундук не копился, иначе тут какой-то перебор будет. А балки я отсюда возьму. Балки мне потребуются для того, чтобы сделать столбы электрические, которые не столбы, а опоры. И еще, сразу же, пока я отсюда не убежал, надо, наверное, взять в блюпринт мою ЛТН-овскую станцию. Я тут обещался сделать чертежи на все это дело, но что-то пока так их и не сделал. Так что я надеюсь, в скором времени все-таки они появятся. Потому что я тут пока что работаю над гайдом. Я еще не знаю, буду ли я в один гайд объединять железную дорогу и ЛТН. Скорее всего, наверное, объединю, и тогда немножко выход затянется. Но я думаю, такой гайд будет более комплексным, нежели просто делать два отдельных с тайм-кодами, если его сделать. Не знаю, посмотрим. Это я еще на следующей неделе, в начале недели подумаю. Так. Здесь, значит, нужно сделать следующее. Название станции обязательно нужно не сохранять, иначе проблемы будут. Да, забыл. Изначально все же лучше станцию, наверное, выключить. Станцию выключить и с выключенной станцией в чертеж ее закидывать. Так. Примерно таким образом. Станция выключена. Дальше останется просто в комбинаторе все это настроить. И я чертеж обзову. ЛТН темп. Это у нас... Provide LTN темп. Ну, то есть временная ЛТН станция. Так. Здесь я бы хотел поменять. Сейчас просто все равно пока крафтятся все эти установки. Я поэтому немножко так вот занимаюсь такими важными делами. Это у нас проф. Станция будет provide, то есть. PRV. Снабжающая. А реквест, станция, реквест, запрос. Я ее заберу. Так. Станцию реквеста можно снизу забрать. И надо посмотреть то, что у меня... Да, не забыть включить обратно. Просто станция, когда ставишь вот эти ЛТНовские, они, блин, включенные. Поезда могут начать тупить. Лучше все-таки обезопасить себя и перестраховаться. Так. И тут станция у нас запроса. Со станции запроса сделаем все то же самое. Я просто ее выключу. Так. И... Мне нужен blueprint. Так. Сделаем примерно следующее. И вот эти вот вещи нужно отсюда убрать. Столб от сюда тоже можно убрать. Так. Реквест. ЛТН. Темп. Ну, временная станция. Реквест. ЛТН темп. Сюда. Тут выбираем ЛТНовскую. Где-то у нас. Ну, и надо написать рек. Реквест. Все. Пускай как-то так будет. Тут обычный манипулятор я пока оставляю. Дальше можно все это проапгрейдить. Манипулятор заменить. Будет. Хорошо. Сохраняем чертеж. Скидываем сюда. И... Комбинатор обратно включаем. Здесь уже практически все докрафтилось. Можно в целом тогда бежать туда наверх. Вообще надо было бы, конечно, по умуту заказать. У меня сейчас печек в кармане. Я просто не крафчу их в станках, а крафчу в руках. Потому что пока я все равно, пока я дойду. Пока я все это расставлю. Это все время. То есть у меня есть куда... Точнее есть, чему крафтиться в руках. Поэтому я особо на это внимание не обращаю. Так, это надо убрать. Эту штуку можно закрыть. Наверное. Да, эту штуку можно закрыть. Возможно, мне пригодятся еще погрузчики некоторое количество. И, возможно, имело бы смысл забрать желтые манипуляторы. Да, мне говорили насчет того, что... Вот здесь вот у меня... Внезапно... Некорректное количество... Ну, короче, мало автоматов крафтится. Ну, я пока на это дело забил. Да, я совершенно забыл вот отсюда убрать подмес. Тут подмес пришел, стали. Все круто, но переделали. Давайте-ка я вернусь туда. Заберу. Это еще с прошлой серии. Блин, я хотел это пофиксить перед записью, но забыл. К сожалению. Поэтому придется ехать обратно. По поводу того, каким образом вообще буду я встраивать свои ЛТНовские станции в мою архитектуру. В принципе, сама ЖД-сеть... Так, стой. Стоять. Сама ЖД-сеть, она вполне подходит для того, чтобы... Ну, три каких-то производства лоткнуть. Но я сейчас это покажу позже. Надо сначала почистить обратно вот это все. Такс. Ну, вроде восстановили. На, вроде все починилось. Сюда дальше вроде ничего не уехало. Празитного. Ну, бывает. Бывает такое. Когда собираешь схему с нуля, косяки возникают. Хорошо. Ну, а сейчас доехать, тогда нам до точки будет. Ну, и, собственно, сейчас сделаем обогащение. У меня, в принципе, железные пластины с собой есть. Соответственно, трубы я сделать могу. Трубы для того, чтобы делать серную кислоту. Так, вроде даже я ни в чё не врезался. Это хорошо. Тачку надо починить. Вообще, надо периодически поглядывать за загрязнением. Потому что, возможно, откуда-то отсюда скоро атаки пойдут. Либо в это место, либо куда-то еще. Совершенно я этого не исключаю. Значит, нужно 8 заводов по обогащению и 48 добывалок. Хорошо. Этих ребят тогда отсюда убираем. Я не буду здесь через подземные как-то ставить. Не знаю, извращаться. Не хочется. Это надо убрать. Окей. Сколько у меня тут влезет? Сейчас посчитаем тогда. Раз. Одиннадцать. Двадцать два. Да, надо чуть с запасом скрафтить. Я, наверное, еще штучки... Штучки четыре я закажу. Здесь абсолютно все то же самое делаем. Так, и тут нужно... Что-то типа того. Блин, чуть-чуть, да, осталось? Я все же думаю, надо, наверное... Раз, два. Раз, два. Ну, тут сколько? Четыре штуки, наверное, еще надо скрафтить. Просто, чтобы они нормально сюда заходили. И все месторождение выработалось в итоге. Так, все это у нас поедет вот в эту сторону. Куда-то сюда. Одна руда. Сейчас я пушки верну, потому что иначе сюда могут случайно прибежать и все это разворотить. Ничего хорошего в этом нет. В этом пушке надо вернуть. Потом, если нужно будет увеличить здесь какой-то потенциал обороны, в принципе, можно будет сюда вернуться и что-то поделать. Так, боеприпасы. 13, 13, 13. Я, правда, не знаю, надо ли столько много. Так, тут вообще желтый можно накинуть. 12, 12, 12. Во, вообще, шикардос. Прямо вообще все четенько вылезает. Так, столбы. Которые не столбы, а опоры. 5, 10. Хотя тут еще один буркрафт. Ну, фиг с ним, пускай он в кармане лежит. Хотя вот можно сюда его поставить. Вообще вот эти снять. Сюдуть. Ну, вроде так. Если я ничего не напутал. Чтоб не совсем-то тут кривота-то была какая-то. Да, я боюсь, сейчас загрязнение отсюда полетит. Вообще капец. Знатненько так. Окей, добычу расставили. Так, с обогащенной руда. Надо посмотреть, сколько у нас ее будет производиться. Ее будет производиться тоже 16 на 8 заводах. В принципе, можно поставить красный конвейер было бы на все это дело. Так, и в целом для обогащенной руды как раз-таки только серная кислота и только вода. Ну и, естественно, 3 руды в секунду. Так, 3 руды в секунду. Хватит ли мне обычного синего манипулятора? Да, у меня бонус прокачан. Обычного синего манипулятора хватит, чтобы загружать. Поэтому я закажу еще 5-10 штук. И можно расставлять химзаводы. 8 химзаводов. Так, химзаводы у нас пойдут... Как бы тут вас лучше расставить-то? Давайте-ка тут как-нибудь задним путем пойдем. Сюда оно будет выгружаться. Сюда будет, значит, заходить... Сюда будет заходить обогащенная и железная руда. Давайте сделаем следующее. Я тут поставлю ограничитель, чтобы слишком много железной руды. Ну, обогащенная может вся заходить, а железная мне нужно ограничение сделать. Чтобы он включался пока железной руды... Меньше 8 тысяч. Мне 8 тысяч будет тут достаточно, я думаю. Для того, чтобы 100 делать. Пока что, если что, потом можно будет увеличить. Все остальное можно забивать обогащенной рудой. И здесь нужно сейчас поменять будет манипуляторы на фильтрующие и поменять схему. Да, хотела поменять манипуляторы, но, к сожалению, поезд пока еще грузится. В процессе погрузки манипуляторы я менять не хочу. Но ничто не мешает мне их скрафтить. Закажу десяток. Сюда, значит, у нас будет обогащенная руда выходить. И мне химзаводы нужно расставить. 8 штук. Обычная руда может заходить по лентам... Как-то может с этой стороны. Так, ну или как нам лучше сделать? Вообще, вот это можно немножко подрезать пока что. Чтобы она нам не мешала. Да, и химзавод тогда я с этой стороны расположу. Железную руду давайте выкинем. Окей, поезд уехал. Станцию пока что можно выключить. И сейчас заменим тогда манипуляторы наши. Так, заменяем этих ребят. Условия включения. Поставить фильтры. А условия включения делать не надо. Все, поставили фильтры. Значит, этот у нас отдает фильтр. Этот у нас делает инверсию. Ну все, сейчас оно в принципе все должно работать. Я надеюсь, что все будет окей. И я ничего не накосячил. В целом, все должно быть норм. Так, и насчет химзаводов все-таки давайте доделаем. 8 химзаводов. Мне нужны... Так, мне нужны... Блин, надо было сначала заказать, наверное... А нет, кривые трубы у меня есть. Ну good. Раз кривые трубы есть, здесь тогда ставим обогащенное железо. Нет, здесь есть... Хотя нет, нормально все. Сложности в принципе быть не должно. Ставим обогащенное железо. И... Вся гадость у нас будет подаваться... Через подземные... Ну, блин, вот проблема, знаете, мне может подземных, конечно, тут не хватить. Так, где обычная труба? Надо ее поставить вот сюда. Подземных мне тут может не хватить. Хотя, надеюсь, что хватит. Надеюсь, что хватит. На крайняк придется так крафтить. Так, вода пойдет у нас снизу. Вода пойдет снизу. Да, тут придется вот так вот делать. Это я сейчас все нано-ботами, конечно, размножу. Так, вот сюда. И тут примерно вот такой вариант. В общем, где-то здесь у нас заходит вода. И где-то тут у нас пойдет... Что там у нас? Серная кислота, да? Тут вообще, давайте даже не подземными обойдемся обычными трубами. Они тупо дешевле по материалам. Потому что за подземными я сейчас устану их тут крафтить. Так, ну, называется нано-ботами. Сделаю. Делаем все руками. То, что мы любим. Так, здесь. Вот так. Я вот с этого завода, наверное, сейчас копию возьму. Так, тут неправильно сделал. Сюда. Сюда. И тут как раз-таки подземный у нас идет. Все, вроде как ничего не перемешивается. Тут делаем копию. Сразу можно нано-бот включить. В принципе. Так, вроде как-то так. Блин, единственная проблема... Сейчас опять, наверное, придется все переделать. Потому что неудобно будет руду подавать. Хотя... Так, сколько ты у нас делаешь? Три. Так, нет, две за секунду. Значит, можно выгружать длинными, а подавать синими. Две за секунду. Потому что у нас все равно бонус у манипуляторов идет. Что-то у меня тут труба кончилась. И останется отсюда вывести... Отсюда вывести грязную воду, которая тут нам будет мешать. Так, грязная вода у нас... Здесь совершенно все легко делается. Попарно просто соединяем их. Теперь 30, чтобы все влезло. И мне придется скрафтить все-таки тогда... Сколько? 8, 5, 6, 7, 8. И быстрый манипулятор у меня есть. Так, быстрый идет сюда. Придется подземный конверт ставить. Потому что длинный будет поставить некуда. К сожалению. С подземным тоже, в принципе, так-то не проблема. Надо сначала поставить для одного. Так, это выводим в это место. Точнее, для одной пары сделать образец, как он должен выглядеть. Так, с этих ребят сюда. И длинные у нас выгружают. Ну, пускай где-то здесь будут выгружать. Так, и подземные. Слушайте, а что мне на конвейеры не хватает? Железных пластин. Да, это крайне печально. Беда пришла, откуда мы не ждали. Придется с железными пластинами ехать. Хотя, может быть, мне тут, конечно, этого и хватит. Нет, что-то мне нифига не хватит, я думаю. Так. Это кончается. И вот эти ребята выгружают, значит, на ленту сюда. И лента заходит в эту сторону. Вот, какая-то такая система будет. Столбы я чуть позже расставлю, и само железо будет сверху заходить. Как раз тут 8, получается, заводов наших. Здесь делаем копию. И расставляем на ботами. Вопрос лишь в том, хватит ли мне подземных. Ну, должно хватить так-то. Да, слушайте, вообще шикос. Прямо впритык. Дальше мне нужны лампочки. То нифига не видно, как у негра. В одном месте. Не у негра, а у афроинженера. Так. Лампочки. Давайте симметрию сделаем. Парадом перфекционистов слегка. Какую из этих дырок поставить столб? А, по сути, не важно. Так, значит, по поводу руды. Руды у нас идет чуть больше, чем надо. Но, надеюсь, ничего страшного в этом не будет. Руду сейчас тогда придется объединить. В одну. В случае чего, чуть позже можно проапгрейдить будет. Это тоже. Угу. Объединил называется. Сплитера у меня нет. Сплитера нет, потому что мне не хватает железной пластины. Ну, вот как? Игра почему-то такая. Я совершенно не хочу туда возвращаться, на базу. Ну, вот вообще просто никак не хочется. Мне я поэтому сделаю вот так. Тупи веселись. Где наша не пропадала? Скрафтим по месту тогда. Печку надо было только чуть в стороне поставить. Так, а здесь лента у нас пойдет... Вот сюда вот. У меня один фиг придется за железными пластинами сейчас ехать. Это, конечно, тут такое решение. Так, грязная вода, значит. Уничтожаться ты будешь прям где-то, наверное, по месту. У меня даже здесь уничтожитель был. Испаритель жидкости. Давай-ка вот так вот поставим. Чтоб не мешало. А, ну тут лента не будет мешать. Хорошо. Тогда возвращаем сюда. Испаритель жидкости. 500. За сколько он там потребляет? Ну, я надеюсь, его хватит. Если не хватит, я поставлю еще один. Потому что здесь пока что-то эмпирика идет. И мне нужно сделать еще одну вещь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Здесь манипуляторы будут на дальнюю сторону ленту выгружать. Соответственно, тут надо немножко ленту изогнуть. И сгибнуть. Вовнутрь только. И сгибнуть вовнутрь ленту. И сделать вот так. Чтоб оно равномерно нагружалось на обе стороны. 16 пластин. Хотя, может быть, пока я тут туплю, торможу, может быть, пластины и накрафтятся в печке у нас. Давайте-ка попробуем. Так, тебя сюда, тебя сюда. Крафтись, волчий хвост. Тут делаем сплиттер. Сплиттер. Все круто, но ставь нормально. Итак, осталось подвести воду и подвести серную кислоту. Серная кислота будет производиться по месту. И надо будет ее подтянуть трубами. Хотя... Хотя, знаете что? Хотя, вряд ли знаете. Но все равно. Немножко здесь переколхозим сейчас. Тут в любом случае это производство, условно говоря, временное. Вот, поэтому можно сделать следующим образом. Химзавод поставить прямо вообще вот сюда. Так. Чтоб он делал у меня серную кислоту. Серная кислота. Ты где? Вот. Серная кислота. Железо я подам. Как-то так. И... Слушайте, а... Блин. Не получится. Так бы было неплохо манипуляторам сразу перекладывать в завод сюда. Если бы у меня были кривые манипуляторы, модно-кривые манипуляторы, ну, которые гнуть можно. Тогда бы да, я бы так сделал. Ну, ладно. Оставим как есть. Что ж тут? Не переделывать же все, в конце концов. Я как же понимаю, что все круто, но надо переделать. Но нет. Вернем обратно. А серу можно скинуть сюда. Осталось нам поставить сюда манипулятор. Один. И манипулятор на железную руду. Так. У тебя сюда. Еще один закажем. И здесь у нас должна пойти вода. Вода, в принципе, может идти на серную кислоту. В равной мере, как и... Да, не хватает чуть-чуть. В равной мере, как и на производство обогащенной руды. Так. Сколько тут лучше сделать-то? Вот. Нормально. Повторю. Я делаю именно таким образом. Потому что это... Это, опять же, временное производство. Ну, насколько временно. Возможно, этого производства хватит как раз, чтобы выработать месторождение. Затем это все нужно будет отсюда убирать. И делать какие-то нормально оформленные цеха. Сейчас этого достаточно. И тут нужно особо не заморачиваться. То, что оно именно так сделает. Потому что, в целом, этого всего хватает. Оно все сделано, как сделано. Так. Вода подойдет. Мне осталось подать железные пластины. Подать железные пластины. Хотя, тут можно было бы сделать, наверное, погрузчики. На погрузчике у меня не хватает железных пластин. Железные... Слушайте, у меня железные пластины-то здесь есть. Че это я? И действительно, зачем я их крафчу, если тут они есть? Ха, я про это забыл. Хорошо. Тогда сейчас печку уберем отсюда, чтобы она мне не мешала. Так. Печка выслабая звено. И сейчас у нас пойдет обогащение, я надеюсь. Обогатимся мы просто вообще. Озолотимся. В очке. Так. С тебя сюда. Хорошо. Давайте просто два погрузчика закажем, чтобы проще было. Погрузчики все-таки это, конечно, какая-то вообще такая изи тема. Очень сильно они тут упрощают все. Так, ну вот. Погрузка поехала. Здесь у нас запрос на... Так, меньше 500. Ну, сейчас запрос отработает. Когда меньше, чем 500 станет здесь. А меньше, чем 500 станет в любом случае, потому что сейчас пойдет производство серной кислоты. Я надеюсь, я ничего с рейтами не напортачил. И у нас все будет хорошо. Так, но мне опять же... Так, железная плита поехала у нас. Мне опять же нужно подвезти воду. Для воды мне потребуется скрафтить подземные трубы, кривые. У меня какое-то количество есть. Так, давайте я пятачок закажу. И надо заказать насос. Блин, надо было просто трубу туда вниз тянуть, чтобы времени не терять. По тем, как здесь вообще опасно ходить, потому что поезд может злить. Давайте я лампу поставлю. Эй, на ютубе, наверное, ничего не видно, как обычно. Ютуб ведь такой. Он, видимо, делает черным, а черное делает невидимым. Хорошо, что трубы длиннее, чем ванильные. Вот эти вот подземные. Так. Тут нужны обычные. Потому что на ваниль они короче в два раза. Я смотрю, камни у нас тоже записываются в главных врагов после деревьев. Так, у тебя сюда. Немножко в сторону сместить просто. Так, и осталось нам чуть-чуть. Осталось нам доприсоединять насос. Здесь я воспользуюсь оцепкой, чтобы помпа нормально встала. Ну все, сейчас, я надеюсь, серная кислота нормально начнет производиться. Сейчас опять же проконтролируем данный процесс, что все работает. И цело можно, наверное, отсюда будет потихонечку сваливать. Хотя, возможно, имеет смысл производство угля, ну, точнее, добычу увеличить. Но, я думаю, что, наверное, это не успех. Так, железный пластин здесь привезли. Серная кислота у нас поехала. 50 в секунду. Ну, здесь пока что труба наполняется. Все, поперло обогащение. Замечательно. Только что-то у нас компрессия, да, неполная. Почему? Почему? Компрессия неполная. Не хватает подачи железной руды. Хорошо, сделаем тогда на красных конвейерах, раз ее не хватает. Я, в принципе, предполагал, что что-то такое будет. Что я что-то опять же не учел. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А, действительно, не учел-то. У нас подаваться-то должно гораздо больше ресурсов. Это я тут задуплил просто. У нас подаваться 24 и железную руду должно. Соответственно, красная лента должна вот так вот идти. То есть, мне сейчас нужно этой красной лентой будет накрафтить некоторое количество. Блин, капец, надо было давно заказать. Либо второй желтый пустить, иначе этого совершенно не хватит. Так, ну good. Обогащенное железо поехало. Сейчас, значит, пофиксим эту проблему. И нужно будет сделать заказ вот здесь на обогащенное, чтобы обогащенное железо возилось туда. Обогащенное руда, точнее. Так, а тут у нас... Я думаю, что мне придется еще, наверное, поезд один добавить, ЛТН-овский. В ЛТН, в депо. Иначе, к сожалению, может не хватать. Да, как мы видим, фильтры отрабатывают так, как должны отрабатывать. И здесь появилось два ресурса. То есть, грузит он непосредственно железную руду, которая в запросе приехала. В запросе 2000 руды. Хотела тут сделать погрузку с двух сторон. Возможно, наверное, имеет смысл все-таки заморочиться. Ну, поставить сюда тоже, так, кыш. Поставить сюда с этой стороны тоже шесть фильтрующих и провести лению. Хотя, фильтрующие могут в целом забирать с красной ленты, я думаю. Возможно, кстати, я сейчас так и сделаю. Посмотрим, как это получится. По идее, так-то должно работать. Все хоть быстрее загружаться будет. А то, ну, тут, я думаю, совершенно скорости не хватает просто. В очпении как. Так, тут как раз-таки идет красная. Которая кончилась внезапно. И вот этих ребят сейчас будем тогда заменять потихонечку. Так, один, два, три, четыре. Мне еще нужно два крафта подземных сделать. Но для начала я линию продлю. Ой. Ой. Ну, блин, что такое? Не в ту сторону, вот как. Раз, два. Две красных. Раз, два. Пускай скрафтится. И закажу два красных подземных. Надеюсь, я тут ничего не перепутал. Вообще, можно было бы, конечно, анаботами и апгрейдером это все сделать. Такс. И два подземных. Два подземных красных. И останется только заапгрейдить немножко нашу станцию. И настроить поставки. Поставки нашей обогащенной руды. Тут я все равно смотрю, какие-то проблемы возникают. Компрессия неполная. Связано это с тем, что здесь не совсем корректно выгрузка идет. Это, в принципе, без проблем решается. Нужно только поставить лишние ленты будет. Я сейчас, наверное, это тоже немножко переделаю. Чтобы компрессия полная шла. Хотя, это, опять же, экономия на спичках какая-то уже начинается. Но, я думаю, способ, наверное, кому-то не помешал бы. Ну, в общем, можно сделать вот так вот. То есть, если вот в эту точку у вас длинный манипулятор выгружает, вот этот кусок ленты становится неким буфером. И, соответственно, у вас компрессия на стороне полная будет получаться. Ну, и аналогично здесь снизу. Так, тут вообще есть манипуляторы-то? И в чем проблема? Все равно не хватает. Вообще, сейчас должно хватать 30 руды. Почему оно только не доходит? Понятно, почему. Тупи, тормози. Надо сплиттер красным поставить. Сплиттер-то у нас желтый. Соответственно, скорость выходная. Со скоростью желтого конвейера идет. Сейчас поставим красный, будет все нормально. Все. Я, скорее, даже думаю, что, возможно, буров будет не хватать. Все, сейчас уже все будут работать. В целом, все должно быть окей. Вообще, вот с компрессией нужно заморочиться, если... Да, здесь оно что-то копится. А тут все нормально. Ладно, мы говорили. Давайте сделаем. Все, сейчас компрессия будет полная. Ну, блин. Такое решение, я не знаю. Ну, тут, к сожалению... К сожалению, таким колхозом не обойтись. Это трэш-дищ вакханалии, но компрессию мы сделали полную на ленте. Здесь тоже можно это обойти. Систему подземными конвейерами просто сделать. Блин, ладно, давайте, раз уж... Раз уж начали колхозить. Давайте доколхозим. Окончательно. Тебя сюда. Там, кстати, можно тоже было вот таким вот маневром, наверное, сделать. Так, нет. Лучше сюда, чтобы покрасивее было слегка. Ну, вы поняли. Здесь просто, видите, вот это вот загогулино мешает. Короче, кто хочет, делайте по красоте. Мне так что-то лень заморачиваться. Так, давайте это сюда скинем. Что-то меня на смех пробирает от этого всего. Ну, все, сейчас осталось проапгрейдить станцию и настроить запрос на обогащенную руду. Итак, насчет ускорения погрузки. Значит, ставим сюда флиртующие манипуляторы. И нужно все соединить точно так же, как тут. Мне потребуется слегка больше проводов. Я тут обещался станциям имена патронов дать. Сейчас подожду, пока у меня обновится Patreon в месяц. И обновлю списки под описанием видео. Актуализирую, точнее, что-то я давно этого не делал. Надо там привести в порядок, все это будет. И обзову где-то к пятому числу. Переименую станции на всех, кто на Patreon подписан. По крайней мере, те, кто попадет. Возможно, некоторые станции... Возможно, название в некоторых станциях будет повторяться. Ну, там 1-2, например. Так, хоть какая-то польза будет от меня. А то ничего не делаю, видите. Совсем уже. В HP уже совсем. В край просто. Так, здесь мне нужен быстрый. А для быстрого мне нужен 100 пластин. Так, 100 пластин. Вообще, надо, конечно, по уму сначала съездить сюда и перенастроить все. А потом уже здесь какую-то мега-погрузку делать. Давайте, наверное, так и сделаю. Так, тачка. Пожалуйста. Блин, я надеюсь, меня сейчас поезд не задавит. Возможно, там придется немножко почистить от железной руды. Потому что иначе она... Так, блин. Но на боту вот забываешь переключить, они почему-то из машины ставят. Не очень мне это нравится. Вот эта вот система. Какой чудесный день. Столбы. Пожалуйста, прекратите надо мной издеваться. Да нет, тут точнее даже так. Машина, прекрати надо мной издеваться. По рельсам удобно ездить. Едешь вперед по рельсам. Рельсы сами тебя ведут, несут куда надо. А не вот это вот все. Здесь, здесь и тут. Окей, давайте поставим... Так, где у нас обогащенная руда? Тут можно 32 тысячи сделать. На обогащенную руду. И выход... Так, здесь у нас обогащенная нужна. Это надо зачистить. В общем, обога... Так, кыш. Обогащенная пойдет вот по этой ленте. Здесь делаем паузу. Делаем паузу. Это все убираем. Так, обогащенная руда. Она должна идти и сюда, и туда, да? Да. Все верно. Так, излишек убираем. И сейчас тут нужно будет развязку сделать нормальную. Как бы поезд мне тут не задавил. В конце концов, среди концов. Найду конец свой, наконец, под этим поездом. В конец. За поэта. Так. Здесь, значит, будет сплитер стоять. Опять же, на красный поставить. Красный у меня внезапно есть. И тут пойдет... Пойдет сюда. Здесь будет стоять сплитер желтый. Приоритет входа... Приоритет входа вправо, чтобы отсюда сначала забиралось. И все это у нас будет уходить туда дальше, чтобы производилась сталь. Тут делаем подземный, чтобы все по красоте было. А эту фиговину просто заводим вот сюда вот. Все, здесь выставляем фильтры. Ну, точнее, он выставлен уже. Сейчас там накопится. ЛТ сформирует запрос. Да, ЛТ сформировал запрос. И все, сейчас обогащенное железо у нас поедет. Обогащенное железо здесь уже 4, 6 и 3К. Сейчас, опять же, не будет хватать скорости загрузки. Но железной рды у меня сейчас будет ощутимо больше. Так, а в чем проблема у вас? Почему разрывы такие? Кто-то не успевает либо выгружать, либо крафтить. Так. Вот эти ребята почему-то работать не хотят. 9. Кислоты хватает, воды хватает. В чем ваша проблема? Либо манипуляторы не успевают нагружать, либо одну из двух. Не знаю, надо будет пронаблюдать. Я пока не могу сказать, в чем там проблема. Черт его знает. Ну, это я так, опять же, сходу смотрю. И здесь сейчас нужно поубирать все железо отсюда. Потому что здесь сейчас крафт пойдет... Так, кыш. Сейчас здесь переплавка, точнее, пойдет из обогащенной руды. Так, это убираем. Убираем. Ну, соответственно, то же самое я сейчас сделаю на этой печке. Привез у нас поезд обогащенную руду. Обогащенная руда вполне себе поехала по конвейеру. Возможно, сейчас конвейер нужно будет на красный проапгрейдить. Но я не знаю, сколько тут... Как тут по пропускной способности будет. Собственно, посмотрим. И вот эти манипуляторы... Вот сейчас уже их нужно заменить на синий. Потому что сейчас их тут будет явно не хватать по скорости. А вас давайте выгрузим сюда. Да, вот примерно так это и работает. Здесь, как можно видеть, тоже самой скорости не хватает. Это надо тоже все будет на красный проапгрейдить, чтобы побыстрее все шло. Так, и насчет синих манипуляторов. Закажу сначала 10, потому что когда я синее поменяю... Ну, точнее, желтый вот эти, на синий. Ага, а у нас... Не хватает, да, немножко здесь? Ну, блин, придется и ленту менять. Хорошо, сейчас тогда этим займемся. Так, а тут у нас... Не знаю... Тут разрывы почему идут? Потому что разрывов по калькулятору быть не должно. У меня 8. Подается 24. Есть только подается меньше. Возможно, я что-то туплю. Возможно, я что-то туплю. И мне просто не хватает скорости выгрузки или скорости погрузки. Просто другой причины я тут не вижу. Два. Ну, вот видите, тут почему-то три. Блин, я понял, в чем проблема. Мне не успевает грязная вода перерабатываться. И надо еще выгрузку камня сделать. Что-то я про это совершенно забыл. Ладно, давайте я сначала манипуляторы поставлю. Хотя бы с одной стороны. Два, три, четыре, пять, шесть. Тут, когда вода выпаривается грязная, получается камень. Камень этот нужно куда-то будет складировать. Я его просто на склад направлю вот на такой. Так, выгружать его можно будет манипуляторами обычными. Из двух. Дальше мне потребуются трубы и сама... Сам испаритель жидкости. Возможно, еще один. Не знаю. Сейчас надо вернуться и все там доделать. И все. И как мы видим, железные пластины вполне себе неплохо поехали. Вот таким образом мы решили проблему с железом на базе. Опять же, все через ЛТН. Все последовательно. Грязное пятно уже поехало. Ну, мне в любом случае сейчас нужно вернуться туда и починить. Вот такие нюансы мелкие. Иногда забываешь просто. И иногда не очень комфортно получается дебажить схемы. Но в любом случае это делать необходимо. Делать необходимо и необходимо наблюдать. Иначе у вас будут получаться какие-то тупники непонятные. Совершенно ненужные. Так, сделаем вот так. Хотя... Нет. Хотя я буду просто из одной трубы. Сколько это времени? Блин, непонятно, да? Где-то примерно 2,5 секунды. На 500 это получается 100 с копейками. Так, а здесь у нас интересно пишется. 6,67 грязная вода. Я не знаю, как здесь ее утилизировать. 6,67. Секунду. Ну, посмотрим сейчас. Возможно, 2 в этих установке хватит. Тут тогда нужно сделать следующее. Сюда и скрафтить еще одну. Куда-то потерялась она у меня. Такс, тебя, подруга, мы вынимаем. Тут трубы и... Одна, вторая. Не знаю, будет ли хватать. Сейчас проверим. Рассчитывать это, опять же, смысла я не вижу. Потому что в целом это эмпирически все решается. Так, и тут поставим бак. Возможно... Блин, автосейф. Почему-то такое. Возможно, и смысла не было такой здоровый бак сюда ставить. Ну, пускай будет. Чтобы просто не обращать на это внимания. Потому что я больше к этой схеме пока что сюда возвращаться не намерен. В ближайшее время. Вообще, обогащение руды будет в другом месте находиться. Раз, два, три. Вот не знаю, хватает ли сейчас или нет. Тут, кстати, можно сделать некий бэкап. То есть вот сюда бак поставить. Если в баке уровень будет копиться, соответственно, перерабатывать воду они не успевают. Если уровень копиться не будет, все значит нормально. Это скорее такой метод для дебага. Но, как мы видим, баке ничего не копится. Бак я потом уберу. Здесь нужно сейчас поставить манипулятор, чтобы камни убирались. Тут достаточно желтых. Все, а камни можно, в принципе, будет потом направить тоже на какую-то ЛТНовскую станцию. И куда-нибудь вывозить, где они у меня будут требоваться. Так, с... Чего? Совместный запрос создал. 47 стаков. А, либо... Ну да. Объединенный запрос на железную руду. И на обогащенное железо. Только почему-то оно одновременно грузится и то, и то. Не знаю почему. Запрос пришел 7000 на обогащенное железо. И 2,1 тысячи на железо обычное. Тут надо, кстати, поставить... Так как у меня сейчас 2 ресурса грузится, лучше поставить контроль дополнительных стаков вот так вот. То есть сейчас у меня гарантированно ЛТН-сеть 1 стак оставляет свободным, чтобы переполнения вагона не было. Сейчас у меня останется 2 стака свободных, что если вдруг в захвате остается лишний ресурс, он сюда сложится. В данном случае это никакой роли существенно не сыграет, но на будущее лучше вот этим правилам следовать. Иначе могут проблемы возникнуть, особенно когда много всяких ресурсов. Вот, кстати, показал сейчас работу ЛТН-а то, что он совместный запрос может оформлять. Единственное, что я не понимаю, он, наверное... Слушайте, он, наверное, 2 ресурса разных одновременно хватает. Один тот и один этот. Я не уверен, конечно. Ну, не суть, важно. Ладно, товарищи, серию на этом буду заканчивать. В принципе, что хотел, то сделал. Если было интересно, обязательно пишите об этом в комментах. Если было неинтересно, тоже можете об этом писать в комментах. Ну и вообще можете еще написать в комментах. Может, я опять что-нибудь накосячил. Подскажете мне, я хоть пофигшу в следующий раз. Наверное. Не точно, конечно. Но на этом все. Всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующей серии. Всем до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok